ребята всем привет сегодня прокатимся по мосту с вами и посмотрим какие у нас здесь дела ну вот возвращаясь я обратно и видим мы с вами вагоны со щебнем стоит ну и впереди будет путь и укладчик сейчас мы вот с вами его увидим и посмотрим что у нас на нем и в какой части моста он находится так друзья еду обратно увидел пути укладчик когда ехал туда хотел в анапу съездить она подменяется и надо зафиксировать события сейчас мы подъедем где-то она здесь должна быть пока ее не видно вот хопер дозаторные вагоны видели мы с вами когда туда я ехал она только двигалась месту разгрузки вагоны были полные это единственное что я успел увидеть ну поскольку наверно по 5 по 5 звеньев каждом в каждом вагоне вот они эти вышки радиорылейные и вон она вдалеке уже видите как раз начинает работу сейчас поближе подъедем вот она стоит на своем месте вагоны оставила выгрузила на себя три даже раз два три один вагон разгрузила на себя взяла и вот она работает это что что же у нас получается 33 по 5 15 и на 25 10 за рулем сразу не соображу 250 и плюс 125 375 метров на 375 метров получается звеньев рельсы шпальной решетки вот такое здесь вот такое здесь события долго не было ее и вот она появилась опять на праздниках наверное не работала ну вот дорогие друзья прогресс явно на лицо начали подтягивать крымское направление долго не было пути укладчика на этой стороне вот все больше они таманское почему-то укладывали ну и вот сейчас крымское мы еще с вами посмотрим в течение ролика заедем на улицу колхозную и там понаблюдаем как работает пути укладчик ну а пока вот возвращаемся в крым в керть и едем по мосту посмотрим еще так бегло вблизи что у нас творится на вот пятый участок на данный момент у нас можно посмотреть ну отсюда конечно не особо видно что сверху там наносят гидроизоляцию наносят праймер еще в некоторых местах и укладываю застилают дарни там ну вот здесь вот пятый участок где надвижка была все покрашена не покрашена где вот устанавливали кранами и сейчас там начинают красить потихонечку ну тоже процесс процесс вялотекущий вот по по покраске моста ну ничего я думаю наверстают скоро мы увидим весь мост белый вот видите на арках работы идут скорее всего это делают светодиодное освещение железнодорожные арки автомобильное готово даже вот год назад мы видели с вами включали и у меня даже есть видео как горит она синим цветом светится ну и вот мы перескочили с вами на седьмой участок кран башен еще на месте стоит на морском бывшем морском стапеле там до конца разбирают стапель не стапель вернее а временные опоры ну здесь вот тоже все уже готово седьмой участок гидроизоляция готова на восьмом готова ну что сказать ждем когда начнут укладывать рельсошпальную решетку дальше ну пока там вот держат восьмой участок начали заниматься подготовкой к покраске и пескоструйка идет и очистка сжатым воздухом пролетных строений ну и облако облако пыли и пока не дает технодзор ну и укладывать дарнит стелить ну вот видите подтверждение моих слов вот закрыли сеткой чтобы по минимуму летела на дорогу хотя летит там мам не горюй ну и чтобы возможность была дальше красить ну вот на покрашенных видите поставили уже и направляющий для шум забора и мачты освещения тоже уже стоят вот именно на покрашенных пролетах ну а мы с вами потихонечку подъезжаем керчи вот уже шум забор у нас начался и вот такие здесь дела посмотрели мы с вами ну а теперь потихонечку сейчас здесь еще прокатимся на подходах посмотрим вот на выходе и шум забора с левой стороны и на железнодорожной части там что-то делают ну а мы с вами поприветствуемся кто въезжает добро пожаловать в Крым и едем дальше ну вот дальше мы не поехали с вами и при помощи чудес техники перемещаемся сразу на колхозную и здесь повезло мне уже в этом году видите какие чудные животинки плескаются в воде да да дельфины прибыли на свое место ну кто-то уже может быть видел их ну вот я только сегодня их смог увидеть вот смотрите как они тут играют рыбку ловят там рядом сети вот снасти рыбаков и видимо вокруг они их кружат там рыбки стырить хотят у рыбаков немножко но ничего ну и давайте посмотрим теперь с этой стороны относительно тарок будет у нас привязка где находится пути укладчик здесь я заснял процесс как ускорил немножко ну извиняюсь за качество издалека снимал вот можно с улицы колхозной сколько будет километров по линейке померить я не мерил честно в следующий раз померю скажу вам ну километров 10 точно наверное если не больше ну вот теперь то мы смотрели на пятый участок со стороны дороги теперь посмотрим со стороны со стороны со стороны улицы колхозная здесь пока еще тоже временные опоры не разобрали до конца но они уже стоят просто так никакой роли не играют видите вот между ними и мостом зазор уже есть и вот смотрите здесь вот покрашенные 219 218 217 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 он сбился ну и где то путь укладчик находится в районе 193 вот примерно так вот 193 195 опоры атаманское направление на 214 а здесь вот я говорил на 200 метров отстает гораздо больше оказывается видите и вот посмотрим как работает путь укладчика как мы видели с вами вблизи три вагона у него было по пять звеньев укладывается ну внизу там тоже есть шестое но она идет у них как как это сказать вот как подложка чтобы вот видите он сейчас в данный момент мы у меня спрашивали как он подвигает лебедкой перетягивает на себя по роликам и поэтому внизу остается одно звено оно рельсами вниз лежит и рельсами на роликах и вот оно катится вот видите раз перетащил вот заснял я вот это вот просили у меня многие и кстати один человек мне писал в контакте про мостика сказать вот выполняю а то он начал на меня обижаться что я не читаю комментарии не ответил сразу потому что много просьб на все не смогу сразу кот мостик живет на Таманском береге берегу морда в экран не улазит все с ним хорошо там периодически его крымский мост официальный сайт моста показывает можете там найти его в интернете ну и вот мы с вами проезжаем дальше вместе с пути укладчиком видите на переднем плане у нас судоходство идет полным ходом и вот он погнал вот видите здесь такой ориентир вот крашеные некрашенные крашеные опоры и вот как раз укладывает на этом месте хорошо видно здесь и вот Василий Иванович четко может теперь посчитать сколько и где закончил укладку пути укладчик и нам скажет будем мы тоже знать интересно вот видите как работы идут а вот уложил одно звено дальше поехал и вот так вот подкладывает затем опять поедет к вагонам перетащит лебедка еще пять звеньев на себя и дальше пойдет работа конечно я здесь вон одно одно звено уложат и стоит ну там закрепляют я это все повырезал ускорил а то здесь часа полтора съемок вот пришлось немножко так подрезать вот видите все дальше уже вот на крашеном тут кусочек крашеного участка и вот дальше поехал ну и в итоге я думаю где-то в районе 200 200 там 2 203 опоры должен быть ну и так я сказал ориентировочно точно нам скажет только Сергей Герсименко когда таблицу свою составит здесь хорошо видно вот смотрите какой вираж вот этот ботик сделал мне сразу песня Гаррика Сухачева вспомнилась так что ж вы ботик потопили гады кому интересно можете в интернете набрать и послушать ну как он лихо развернулся и вот смотрите она за очередной партией поехала наша чудо-юдо машина хотя здесь собственно говоря уже не за очередной даже вот он выложил заключительные звенья немножко я вот сейчас здесь смотрю ошибся видите он пристыковывается к своим же вагонам а там уже стоит состав который мы видели ранее вот он подъезжает я так понимаю цепляется к нему с вагонами и сейчас на базу потянет подъезжает вот что значит обман зрения нет ошибся я немножко он на таманском направлении стоит а ну как здесь не ошибешься все с с таком расстоянии ну он с вагонами сощебнем получается у нас и потянет их на базу в тамань в районе станции тамань пассажирская там ну и вот смотрите привязку опять где стоит пути укладчик а я немножко погорячился раньше времени он сказал что все и вот он очередной раз едет и вот опять начинает укладывать это не то что я повторяю по кругу нет это все процесс идет поэтапно сколько там вот три вагона было и все вот он их разгрузил и вот мы даже с вами заметим где он закончит ну точно пока не скажу вам да надо изучать вот можно посмотреть привязку так в замедленном действии в ютубе есть функция там можно ускорять видео и можно замедлять и вот посчитать как раз где приблизительно находится пути укладчик вот он теперь его хорошо видно и с керчи и с другой стороны с колхозной и с набережной тоже уже более-менее его видно ну и вот отстрелялся как говорится вот он уже пустой пустой или и возвращается я я все время говорю пустой пустой а он бах потом опять ну все вот поехал быстро так конечно не ездит это вот несколько раз ускорена скорость я думаю что вот мы с вами вблизи видели с крымской стороны как работал пути укладчик ну а теперь вот и посмотрели непосредственно как работает не то что он стоит на месте а как работает и это эксклюзивные кадры хотя начали мне тут писать где эксклюзив ну и вот он видите уже пустой ну а я на этом заканчиваю свой обзор дорогие друзья всего вам хорошего и до новых встреч а ну ну а ну я и а и